Эту встречу, несмотря на всю внешнюю официальность, сложно назвать протокольным мероприятием. Общение представителей вертикали власти с успешными мамами Бреста получилось достаточно дружеским и легким. Хотя разговор был насущным. Доступность детских дошкольных учреждений, расширение спортивных баз для подготовки молодых кадров, организация общественного питания и экономика, активных и инициативных женщин интересуют не только вопросы материнства и детства, но и то, как город будет развиваться в ближайшем будущем. На таких встречах, прежде всего, хочется сказать слова благодарности нашим мамам за участие в развитии города Бреста, которые уже оставили свой след не только в нашем городе, но и в нашей стране, в нашей Республике Беларусь. Также поблагодарить за деток, которые прославили наш город и, конечно, о нашем городе знают не только в нашей Республике, но и далеко за пределами. В этот день, прежде всего, хочу сказать слова благодарности и пожелать, прежде всего, крепкого здоровья. И, конечно, как у каждой мамы, есть самые заветные желания, чтобы они обязательно исполнились. Мира, добра, любви, благополучия. С праздником! Конечно, профессиональный путь у каждой из этих женщин свой. Они успешно руководят, обеспечивают безопасность на городских улицах, учат детей в школах и детских садах. Но при этом они остаются любящими и заботливыми мамами. Причем иногда не только для своих детей, но и для воспитанников. Я мама двоих деток. У меня сын замечательный, дочь. Но я, наверное, могу себя назвать многодетной мамой. В каком смысле? У меня два коллектива огромных детей. И все они для меня, как мои дети. Они растут у меня, приходят с 3-4 лет. Я их выпускаю, я их потом замуж выдаю. Я уже их детей к себе приглашаю на занятия. Вот поэтому вся моя жизнь – это работа с детьми. Которых я очень-очень люблю. И считаю, что мой долг, прежде всего, и, наверное, моя судьба, и моя жизнь связана именно с этой благородной профессией – быть учителем. Совмещать работу, конечно, сложно. Но благодаря своей семье, я думаю, у меня все получается. У меня надежная защита муж, родители, и также двое деток, две девочки. Свою миссию я вижу в том, чтобы у меня выросли хорошие дети, чтобы они были счастливы, здоровы, радовали. Если в городском исполнительном комитете состоялся торжественный прием, то районным администрациям была предоставлена почетная миссия награждения родинами матери. В Ленинском районе в этом году наград не так много, но они в достойных руках. В семье Кучиеш подрастают пятеро замечательных детей – четыре сыночка и лапочка-дочка. В ответственный и важный для мамы день ее верная опора – большая семья. Рядом с ней, чтобы поддержать и порадоваться вместе. Для этих людей большая семья равноценна большому счастью. У моих родителей большая семья, у мужа большая семья. Поэтому для нас это… ну, рождение ребенка – это всегда праздник. Вот. У моих родителей 40 внуков, у моей свекрови и свекра у них 20, наверное, внуков. Я точно всех не сосчитать. Вот. Поэтому нас много, все очень дружные, у нас есть традиции семейные. Мы вместе обедаем практически каждое воскресенье. Это у нас семейный обед. Каждая семья готовит какие-то блюда, и мы собираемся вместе, поем, радуемся, общаемся. Всего в Ленинском районе орденами матери награждено 129 человек. Государством оказывается огромная поддержка для многодетных семей. Вы сами прекрасно понимаете, что в соответствии с нормативными документами в течение года после получения статуса многодетной семья может улучшить свои жилищные условия. Начисление семейного капитала – это тоже уже как обязанность, и люди активно этой обязанностью пользуются. Но, опять же, не все можно говорить на уровне нормативных документов. Вы сами видите, какое внимание оказывается многодетным семьям. Все эти семьи благополучные, они полные. Свои подарки для мам подготовили представители Брестского филиала «Белпочта» и Белорусского союза женщин. Еще одним сюрпризом для приглашенных мам стал праздничный концерт и чаепитие, когда за праздничным столом смогли собраться все виновники такого большого и такого знакового торжества.